Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает логистические и административные возможности России на оккупированном юге Украины, сообщает Институт изучения войны. Добавляю, что украинские войска стремятся подорвать логистические ресурсы россиян на юге посредством точечных ударов по скоплениям живой силы и техники, командным пунктам и логистическим центрам. Украинское военное командование сохраняет оперативное молчание по вопросам о ходе контрнаступления в СССР, но сообщило о дальнейшем разрушении российских наземных коммуникаций в центральной части Херсонской области. Москва отрицает это, заявляя, что Киев, наоборот, потерял контроль над всей территорией региона. Несмотря на необходимость сдерживания наступательных операций в СССР, основные усилия России в Украине, вероятнее всего, направлены на продолжение наступления в Донбассе. Основными направлениями продвижения российских сил в регионе остаются Авдеевка под Донецком и Бахмут в 60 километрах к северу. Это данные Министерства обороны Великобритании. Здесь российские войска провели наземные операции к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также у северо-западных пригородов Донецка. Институт изучения войны отмечает, что Кремль сделал еще один шаг к использованию региональных добровольческих батальонов для компенсации потерь в Украине. Президент России Владимир Путин публично похвалил подразделения контролируемых сепаратистами, так называемых ДНР и ЛНР. По его словам, они лучше воюют в Донбассе, чем профессиональные российские солдаты. Институт изучения войны считает, что это заявление, вероятнее всего, призвано мотивировать вербовку людей в прокси-подразделения и должно способствовать смене акцентов при освещении войны в России. ...мотивировать прокси-рекрутку и реформировать русскую coverage о войне.